Ниссан Подфайндер Перед вами Infiniti QX56, один из самых больших внедорожников класса люкс. Объем двигателя у данного автомобиля 5,6 литров, поэтому так и назвали модель QX56. Мощность автомобиля составляет 315 лошадиных сил, что в принципе дает хорошую динамику, несмотря на то, что автомобиль достаточно большой. Экипаж крейсера 7 человек, 4 комфортных кресла и диван на троих сзади. У водительского сиденья аж 10 регулировок, у пассажирского на 2 меньше. Правда пол не идеально ровный, между кресел идет туннель трансмиссии, это ограничивает простор салона. Зато электроники в машине хоть отбавляй. Над пассажирскими сиденьями огромный экран, на приборной панели еще один LCD. Любой люксовый автомобиль комплектуется максимально и имеет все современные опции для комфорта и безопасности. То есть это всевозможные электроприводы, сиденья, руля с памятью, задняя дверь с доводчиком. Бензобак, картер и элементы трансмиссии защищены стальными пластинами. Подвеска с отзывчивой независимой архитектурой, но специально подготовленной для плохих дорог. Infiniti выдержит высокий темп на листых тропинках и вязком грунте. На асфальте полный привод можно отключить. Даже на заднем приводе динамика авто впечатляет. Разгон до сотни всего 8 секунд. В комплекте полный набор электронных помощников. АБС, система динамической стабилизации, круиз-контроль. Вид у машины брутальный и не только из-за огромных размеров. Раздутые крылья и массивная решетка выглядят несколько старомодно и громоздко. Впрочем, люксовые Infiniti и не претендуют на революцию в дизайне. Да и конкуренты Cadillac Escalade, Ringle Navigator и Land Rover не отличаются дерзким имиджем, предпочитая угловатые резкие формы. Новый QX56 обойдется в 100 тысяч долларов. На машине с пробегом можно сэкономить примерно половину.